29 сентября отмечался Всемирный день сердца. По статистике Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. Более 17 миллионов людей ежегодно лишаются жизни из-за нарушения работы сердца и кровеносных сосудов. Для того, чтобы обратить внимание славянцев на эту проблему, а также дать им возможность пройти медицинское обследование, в первой поликлинике был проведен День здоровья. Тему продолжат мои коллеги. В фойе первой поликлиники, как всегда, многолюдно. Но сегодня, чтобы попасть к врачу, пациентам не надо брать талончик. В рамках Дня здоровья терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи будут принимать всех желающих, сколько бы человек не пришло на прием. Славянцы такой возможностью быстро и без очередей проверить свое здоровье с радостью воспользовались. Пройти все анализы, сдать терапевт, эндокринолог, туда, чтобы пройти в поликлинику, я обслуживаюсь во второй. Всегда очереди большие. Очень рано надо вставать, чтобы брать номерок. А здесь можно пройти всех, эндокринологов и УЗИ можно пройти, номерок взять. Поэтому, а как, это очень хорошо, удобно очень. День здоровья был посвящен профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Для пришедших на обследование была проведена лекция, на которой врачи-кардиологи рассказали о причинах возникновения болезней сердца, и, что самое главное, их профилактики, в основе которой лежит здоровый образ жизни. Для того, чтобы избежать каких-то серьезных заболеваний, нужно все-таки вести, так сказать, грамотный образ жизни. Тут не столько же лекарства имеют значение, сколько, так сказать, общения с людьми именно с целью, так сказать, чтобы человек грамотно относился к своему здоровью и знал, что причинно-следственные связи. То есть, как избежать, так сказать, гипертонической болезни. Кроме консультации врачей, жители могли сдать анализы на определение уровня сахара и холестерина в крови, сделать кардиограмму, а также в рентген-кабинете пройти флюорографическое обследование. Результаты и снимок можно было получить сразу после обследования. Этот день очень нужен, да, потому что не всегда пациент может попасть к доктору, а сегодня будут осмотрены все, кто пришел. Какие заболевания будут выявлены, значит, тогда либо на консультацию к своему участковому терапевту, либо в Краснодар на обследование. Благодаря Дню здоровья обследование смогли пройти 273 человека. Кроме посещения узких специалистов, славянцы могли сдать кровь. Из краевой столицы к нам на День здоровья приехала мобильная станция переливания крови. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».